так вот вот она выглядит матка пчел но эта матка дал мне и один пчеловод он собрался от нее избавляться попросил дать и снять она роевая она несет в себе ген роение и поэтому он от нее избавился она уже начала греть потому что она вот она похудела говорит она была крупнее вот она похудела и то есть уже готовится лететь она еще сеяла но уже все пошли мисочки там уже маточники потянули пчел то есть вошло в районе и человек решил от нее избавиться я его попросил чтобы он дал мне и чтобы мог снять и показать я не говорю что это матка роевая матки они плохие или как-то так сеет да нет но дело в том что в ней заложен уже этот ген роение все и теперь она каждый год будет отпускать раи я не берусь там утверждать какая лучше роевая свящевая матка тихосменная когда пчелы меняет когда видит но юля води сограда но факт остается фактом от роевых маток нужно нужно их менять так особо ну когда она сеет вот этот хвостик жопкая она такая немножко более как сказать более толще и побольше он такой а это уже все она уже похудела она готова лететь кто-то берет еще ну в принципе любая матка может пороиться но шанс того что у тебя семья войдет в роевое состояние с маткой которой есть уже этот ген роение шанс куда больше нежели чем с той же свящевой или там когда приобрели купили матку гидов специальный выводит занимается матководством то те как бы тоже если у ли будет заполнен проследит пчеловод упустит время некуда будет девать некуда будет сеять некуда будет носить мед тогда и семья войдет в роевое состояние так что вот такие вот дела очень много нюансов очень много интересного изучать их очень интересно и наблюдать за пчелами вот так вот